так ребят всем привет дубки на связи я поставил варить сгущенку за сегодня это уже третья партия сгущенки заказывайте очень много спасибо вам большое за заказы это безусловная поддержка меня с вашей стороны очень за нее вам благодарен вот рецепт сгущенки очень очень прост главный его секрет это максимально свежие в идеале прям парное молоко вот два литра молока у меня вот здесь двухлитровая банка я в нее сразу процеживаю нужное мне объем молока выливаем в таз и потом добавляю сахар на 2 литра молока полкило сахара и главный секрет этой сгущенки помимо того что молоко должно быть максимально свежий как свежайшие старайтесь не давать молоко стоять вот прям подоили и после дойки сразу ставите варить должна быть большая площадь испарения это может быть тасс большая широкая кастрюля какая-то 40 литрового возможных которые вы варите сыр сковорода бог ну в общем чтобы была большая площадь испарения этого самого молока сразу ставлю на огонь выше среднего налил молоко можно холодное если вы его успели остудить можно парное насыпаю сразу сахар размешиваю и все в принципе не можно не касаться ну около полутора часов она не убежит она не пригорает ничего тут не пенится никуда не насыхает не пригорает она вот просто сейчас вот закипит и будет потихонечку томиться бурлиться уменьшаться в объеме загущаться и становиться тем самым вкусным домашним сгущенным молоком вот у меня здесь две бутылочки получается вот с двух партий таких вот ну грубо говоря 4 литра молока и килограмм сахара три бутылочки вот таких вот по объему ну 750 грамм вот с одной партии и по весу это больше в одной такой бутылочки 625 грамм примерно ну плюс-минус потому что все зависит от плотности молока от времени года то есть летом качество молока одно зимой другое на на сене да не на сочных кормах это все по угоду варьирует плюс конечно же имеет значение порода вашего скота кормления то есть у всех все индивидуально поэтому ну имейте ввиду если у вас доступе есть свежайшее парное молоко от фермеров которого уверены вы можете приготовить дома сами натуральное домашнее сгущенное молоко вот здесь вот у меня баночка это скажем так на презент приготовил тоже представляете на днях собрался в театр там на премьеру билетов не достать просто не достать со знакомыми списались и по блату достали билет в театр думал ли я когда-либо что я буду по блату билет в театр доставать ну вот как бы в презент приготовлю сгущенку когда пойду вот так что такие дела еще вот здесь у меня кастрюля здесь у не томилась молоко на ряженку хочу заквасить ряженку давно не заквашивал тут прям соскучился по вкусу чтобы она такая прям там миллион и топлены тоже вот в кастрюлю ставлю на самый маленький огонь ну прямо чтобы чуть-чуть теплилась под кастрюлей и ну часов 8 вот так вот она стоит упаривается утомливается приобрелся как красивый кремовый такой томленый цвет естественно вкус томленого молока получился ну вот с утренней дойки ведь за окно у меня уже темно и вот только-только я его отключил сейчас чуть-чуть постоит вынесу все не на улице уже в синях прохладно легкий такой плюс ночью у нас уже до минус 4 в саратовской области быстро остынет за вечер и в ночь я заквашу заквашивать как я говорил можно какими-то активе актимель как я раньше заквашивал можно специализированные заквасками продают сейчас знаете как говорится любой каприз за ваши деньги и на ряженку отдельной красивой стики закваски есть и на йогурт и на кефир и на таны и на айран и все по сути с одного котла ну как бы главное этикеточку красивую прилепить чтобы мы делали дома такую вкуснятина свою домашнюю я буду заквашивать мацона купил в пятерочке у нас знаете долго я к нему приглядывался хотел все купить попробовать но как то вот все время сроки годности вот прям вот под конец под конец подходя а мне было интересно попробовать сам продукт ну потому что у нас как-то в кругу моего общения но вот нет народов которые его сами изготавливают вот потому что все-таки продукт народов кавказа не было возможности у меня попробовать вот непосредственно уносителей этой культуры у этой кухни чтобы вот прям вот как говорится как предки завещали так они готовили естественно магазинный продукт будет отличаться от домашней кухни но мне все равно было интересно попробовать что за вкус я смотрел описание блоги рецепты кто как делает в принципе то же самое что и мы делаем как вот на саратской области от называется кислое молоко где-то называется катык вот например татарстан башкирия да по сути все одно и то же можно заквашивать как он блогеры показывают они заквашивают сметаны магазины видимо ряд бактерий которые применяются для заквашивания сметаны подходят и для этого продукта но вот я делал просто на закипятил молоко давим до кипения можно просто его пастеризовать мне закипятить проще остудил до 37 градусов и внес тоже вот прошлый раз я баночку брал и внес этот мацон мне очень понравился вкус и еще мне очень понравилась текстура то есть вот ложкой я зачерпнул готовый уже сгусток сформировавшийся который сформировался остыл и он прям горочкой на ложке стоял вот такой эти колыхается как добрый хороший холодец и по вкусу даже как блогер описывают которые его делали что это продукт должен быть полностью лишен кислинки то есть он делается из максимально тоже свежего молока заквашивается и вот в течение там 6 8 часов идет сквашивание и получился обалденный сгусток вкусный тоже быстро я его скушу и решил вот заквашу ряженку у меня в принципе есть закваска как она дониска 812 который идет на йогурт и она подходит и для ряженки но и хочу вот именно вот таким мацоном заквасить чтобы было нужно иметь текстуру в принципе закваской можно это варьировать побольше закваски насыпешь получится погуще продукт как термостатный йогурт поменьше добавишь будет такой питьевой типа кувшинный йогурт в мягких кувшинах которые продаются повсеместно магазинах то есть на все нужно приводится привыкнуть набить руку на все рецепты и конечно же если у вас хорошо получается тот или иной продукт вводить его в ассортимент предлагайте его своим клиентам потому что тем самым вы увеличиваете средний чек покупки у вас у вас клиент покупает молоко творог ну сметану масло допустим что вы делаете и у вас в ассортименте есть сгущенка то есть возьмут сгущенку возьмут топленое молоко например если вы на то нет на просто его натопили и разлили она красивая привлекает внимание очень вкусно его добавлять в кофе в чай очень вкусно на нем варить кашу молочную дружба пшено с рисом вообще просто непревзойденный вкус получается как будто бы такой вот из печки вот именно тоже предлагаете говорите как это готовить как это можно тот или этот продукт использовать и вот так вот расширяется ассортимент появляются клиенты на новую продукцию и кстати вот смотрите наклейка видите на банке это я вам хотел показать наклейки я заказывал на валберес классные наклейки просто вводите в поисковике наклейки стики из козьего молока из коровьего молока козьего молока и вам поисковике все выйдет очень классно использовать такие вот круглые наклейки на домашние сыры на козье молоко на коровье молоко классного тоже ну для привлечения к себе внимание на каких-то на ярмарках на торговых площадках если вы продаете куда-то отправляете свою продукцию все равно это как-то вот ну мне кажется это клиента более располагает и я выиграл я не знаю как это называется форма поддержки от как она называется бизнес инкубатор мой бизнес наверное это есть в каждом регионе у нас в саратове вот это есть вошел в чат в телеграм-канале мой бизнес для самозанятых для индивидуальных предпринимателей мне его посоветовала софья соседка моя она очень активно пользуется там всеми формами поддержки которые они предлагают для развития малого и среднего бизнеса то есть она два года назад выиграла конкурс который проходил на этой платформе он назывался мам предприниматели тоже для самозанятых для индивидуальных предпринимателей там вот был конкурс именно для работающих мам которые делают какое-то свое дело она выиграла 100000 она да эти средства приобрела доильный аппарат согласитесь хорошая поддержка для хозяйства потому что хороший доильный аппарат соответственно стоит хороших денег и она докупала по моему поголовье коз еще к своему стаду на тот период также у них есть льготное кредитование опять-таки в рамках я говорю вот что из памяти в рамках развития своего дела той же ну это не просто так вот заявляли что мне нужен кредит какой-то на льготных основах бизнес план пишется расписывается на какие средства пойдет эта сумма ну и как бы вот форма поддержки и одна из этих форм поддержки малого и среднего бизнеса было софинансирование рекламы то есть выделяется сумма 20 5000 ее можно потратить на рекламу на радио на билбордах на телевидении либо на изготовление печатной продукции я подавался на изготовление печатной продукции на изготовление баннера рекламного с контактами с ассортиментом который я установлю на при входе ну на ворота тоже как бы рекламу привлечения к себе клиента до на фирменные пакеты 500 фирменных пакетов будут большие пакеты 50 на 40 тоже там будет как бы мой логотип и контакты и этикетки тоже с логотипом но большего диаметра вот здесь диаметр три с половиной сантиметра у меня этикетки будут 8 сантиметров 1200 штук тоже согласитесь очень хорошая поддержка от государства вот для развития для продвижения для рекламы для личного брендирования очень даже неплохо то есть если какие-то вы хотите эти средства потратить ну например куда-то где больше сумма требуется то ее придется сверх этой суммы софинансировать самому то есть как бы больше можно меньше нельзя то есть они рассматриваются непосредственно на сумму 25 тысяч и более но если более то уже боль сверх эти суммы ваш средства так что мало ли кто не знал в саратовской области в других регионах предоставляют также бесплатные места на ярмарках на выставках кто производит какие-то свои продукты ну например там куклы изготовление бижутерии какая-то ювелирная продукция сувенирная продукция сейчас очень много делаются вот этих фестивалей праздники выходного дня день города там день села день того день сего тоже можно подать заявку на участие в этих ярмарках если там места предоставляются платно то вот от программы мой бизнес вам могут это место предоставить бесплатно я на такую ярмарку тоже подавался в первых числах сентября на площадке у нас здесь большой роджер по моему проходила ярмарка ну как это товаров произведенных непосредственно руками крафтовой продукции домашней продукции сувенирной продукции ручного изготовления ну как бы видимо конкурс большой вот туда я отбор не прошел ну в принципе попытка не пытка если вы о такой мере поддержки не знаете telegram каналах вводите запрос там мой бизнес и название вашего региона и наверняка вы попадете на эту платформу смотрите изучайте какие меры поддержки есть возможно вам будет полезно закручивается о о о о о о Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... До этого сколько я размотал, получается 5 тюков я же разматывал и закидывал туда наверх вторым рядом. Такого не было. Прям удивительный тюк. Сейчас буду вырезать и выкидывать, чтобы корове не попало. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребята, ну вот видите, наглядно вам показываю разницу состава зерна. Я вам всегда говорю, что каждый месяц состав и пропорции зерна разные. Вот даже в одном заказе мешки все разные. Вот чередуются. То вот такие, ну видите, очень много проса, пшена. Вот кукурузы мало. Вот даже так вот визуально смотришь, мало кукурузы. И вот другой мешок сверху высыпал тоже, смотрите. Здесь как бы за счет того, что и кукурузы побольше, и другой семечки как бы больше, оно как бы побогаче смотрится. Это все один заказ. Вот так, ребята, смотрите, еще в семье моих холмогоров пополнение. Я их сейчас вот соединил. У них идут разборки. И сразу выпустил две новых молодых гусыни, которых я на днях купил. Белого окраса. Купил я их в том же хозяйстве, в котором покупал мою прозапрошлую гусыню. По ним видно, что они практически одинаковые. Ну, соответственно, с одного хозяйства, да, одно ста до одно племя. И поэтому они очень похожи и по ста, и по форме шеи, и форме головы. Хозяйство это на хорошем счету. Поэтому решил еще две гусыньки приобрести. Непонятно, кто по полу будет из моих молодых гусей, гусенок бегового окраса. То ли гусак, то ли гусынька. Сначала я склонялся, что это гусынька. Но сейчас как-то вот смотрю и понимаю, что, скорее всего, гусак. Вот если он останется гусаком, и эти две новые гуски пойдут к нему в семью. Ну, вот как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok